Так, вижу практически все районы страны, вижу нашу диаспору, которая находится в России. Приветствую всех тех, кто находится в России. Васулу Петосчей Корсяфы, диаспора Динуя. Так, вижу вопросы, ребят, сейчас я озвучу то, что, собственно говоря, побудило меня выйти сегодня. В прямой эфир, именно в разгар рабочего дня, а потом отвечу на ваши вопросы. Или по вопросам проведем еще один отдельный лайв. Так. Ну что, те, кто онлайн, еще раз попрошу делать репосты. И тогда, значит... Значит... И тогда можем начинать. Так, хочу вам открыть один из плохишевских медиапорталов. Ну что, давайте начнем. Значит... Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я хочу поприветствовать всех вас, поприветствовать всех коллег, которые находятся сейчас в лайв, и примары от нашей партии, и советники всех уровней. Так же есть те, кто нас поддерживает постоянно. Есть те, которые за нами наблюдают и видят, что у нас происходит в последнее время. Поэтому... Я хотел бы обсудить с вами следующую ситуацию. Значит... Один... Плохотниковский медиапортал... И другие такие же подхватили распространять новость с утра. Значит... Документ. Добрый день... И так далее. Во-первых, хотел бы отметить, что произошел инцидент в Алештах. На самом деле, три примара от нашей партии покинули сегодня утром нашу партию. Вместе с ними несколько. Один городской советник города Фалешты, кое-кто, который почему-то еще является районом, и сельские советники. Значит, что произошло? Давайте по порядку. Значит, Плохотнюк в течение длительного промежутка времени пытается сломать Фалешскую районную организацию и многие другие по всей стране. И все это началось еще тогда, когда они избирали по всей стране председателей районов от ДПМ. Наши выдержали. У нас не было позорных инцидентов, чтобы они голосовали за демократов. По всей стране. Значит, почему он акцентировал внимание на Фалештах? Ну, то есть, вот Усатый оттуда родом. И вот показать, как бы, всем жителям страны, что от Усатого не любят Фалештах. И Усатый для Фалешт ничего не делает. Вот это, как бы, главная тема, которую они хотят развернуть. Да, есть группа негодяев, которая была в наших рядах, которые работали, участвовали в организации районной организации, но которые потом начали подрывать изнутри деятельность районной организации Фалешты. Поэтому были приняты определенные меры. Примерно 3-4 недели назад. Значит, был у нас такой в Фалештах руководитель районной организации, Вячеслав Тамбур, которого я в присутствии нашего актива в Фалештах попросил покинуть наши ряды. Я ему сказал, что он больше не будет возглавлять нашу районную организацию. После чего, значит, не будет возглавлять нашу районную организацию. Он сказал, что уходит, уходит его друг Ефин Пастрамы, Олег, вице-примар Фалешт. И как бы на этом закончили. Значит, как выяснилось, товарищ Тамбур не написал заявление об уходе из районного совета. Дальше он принял предложение плохиша, который, надо сказать, что за ними бегает последние полтора года. Вместе с этим он предложил некий список людей, которых он выдвигал в свое время, и никогда не вмешивался в формирование городских районных списков ни в одном районе страны. И сегодня то, что мы имеем, это мы имеем результат решений, которые были приняты на местах. Тамбур, в общем, ушел вице-примар Фалешт Пастрама. Дальше его Фин, один из сельских примаров и так далее. Ну, в общем, собрал всех друзей и ушел. Но есть несколько инцидентов, ушли и ушли, нет проблем. По крайней мере, решил отомстить, показать мне свои возможности. Хотя кто такой был Тамбур до прихода в нашу партию, он знает и сам об этом много раз говорил. На этом заострять свое внимание не буду. Да, он работал первое время, потом начал подрывать, я принял решение его потерять. И это высказал на своей видеоконференции с Фалешским активом. Значит, у меня задело несколько эпизодов во всей этой истории. Значит, то, что некоторых людей, например, Дрегля, примар села Баканы, которого публика показывала 2-3 недели назад, что вот так и так, один из примаров от нашей партии поймали пьяным за рулем. Вы знаете, мое отношение, я всегда говорил, когда наши попадались по синей теме, значит, я всегда осуждал и буду осуждать. Потому что слишком много ситуаций я в жизни видел, и к каким исходам приводили вот эти пьяные вождения в разных странах мира. Человеку возбудили уголовное дело, и четко ему сказали, как бы, что давай уходи от усатыва, иначе посадим. Запугали сельского примара. Но когда в пятницу у нас было расширено, не у нас, а имело место в Кишневе, расширено заседание исполнительного бюро КАУН, Конгресса местных властей, по ситуации с примаром города Басарабяске, там же был Фалешский примар, господин Ион Руссу. Также он был на акции в поддержку примара Басарабяске на прошлой неделе. Вы все это видели. Значит, Руссу сегодня рассказывают две версии. Ну, пожилой человек, намного больше 60 лет, значит, он рассказывает с раннего утра, сегодня две версии, значит, но которые очень похожи. Значит, он говорит о том, что к нему приехал наш бывший руководитель районной организации, Тамбур Вячеслав, вместе с ним был его финн Олег Пастрама, бывший вице-примар Фалешский. С ними был Бабий, один из демократов, решальщиков в Фалешском районе, и был некий Олег с центрального офиса демпартии в Кишиневе. Фамилию Руссу не помнит, он испугался. Приходит вновь с пятницы на субботу. Некоторые, не некоторые, а вот все эти товарищи, к нему домой позвали на беседу в какой-то гараж, где сказали, что будут проблемы у его дочки, которая, по-моему, работает, налоговая, ну и других членов семьи, которая трудоустроена. Значит, видно, на Руссу они уже наехали, зачем он это начал нашим рассказывать, и он уже говорит, что да, на него наезжали, но наезжали возле калитки ночью, то есть уже не в гараже. Вы понимаете? Да, сегодня нас рвут по всей стране. Да, Плохотнюк пытается уничтожить любыми путями нашу партию, это ни для кого не новость. Но то, что угрожает уже пожилым людям, и все эти предатели, потому что есть часть людей, которая просто тупо взяла деньги, понимаете? Помимо угроз и так далее. Потому что разговоры на эту тему, и предлагаются нам деньги по всей стране примерно уже полтора года, я об этом говорил. Но хочу сказать, что те предатели, которые взяли деньги, ладно, Руссу и дедушка его запугали, но все остальные, то, что произошло именно это таким образом, произошло именно сейчас, я хочу посмотреть, как эти предатели будут смотреть людям в глаза, все, как будут смотреться в фалешках. Вам не стыдно писать в этой своей бредятине, что усатый для фалешки ничего не делал? Ну, окей, пишите, люди немножко знают ситуацию. То, что сегодня решили показать мне, что вот смотри, как мы договоримся с плохишами, и будем вырывать людей, значит, ну, показали. То, что вижу, некоторые сейчас пишут, вот, некоторые пишут, что вот, наверное, Слава так не мог сделать. Послушайте, пароль от сайта примарей в фалешках и от страницы в фейсбуке, через которую они распространяют это, был как раз у этого Олега Пастрана, Финус Лайка. Поэтому, слушайте, да пусть будут счастливы и Пастрама, и Тамбур, и прочая эта шелупонь. Значит, наступит день, мы поговорим. И хочу сказать, что предателям отношения во всём мире одинаковы. Понимаете, мир устроен так, что никто не любит предателей, даже те, которые их используют. То есть это ни для кого не новость. Значит, в ближайшие дни готовится ещё и ряд провокаций. Значит, не знаю пока каким путём, вернее знаю, но мне очень неприятно об этом было думать, и тем более сейчас говорить. Так же сломали, значит, Руслана Заплитного, руководителя организации нашей партии в Дандюшанах. Понимаете, который тот в прошлой неделе инсценирует какие-то скандалы, что-то начал требовать, чуть ли не шантажировать меня, что-то он не подпишет, что-то подпишет. Вы понимаете, да, для меня это больно, когда руководитель районной организации звонит мне и говорит, слушай, ну раз ты мне не покупаешь, не даёшь мне 250 тысяч лей на покупку квартиры в Дандюшанах, потому что он говорит, в доме сыра, и как бы хочет купить квартиру. Я говорю, послушай, я говорю, у меня сейчас этой возможности нет, есть какие-то мероприятия, но он говорит, ну вот можно всё там разных ситуаций, вперёд, задаток и так далее. Я говорю, можно в июне, я говорю, сейчас не могу, у нас куча мероприятий и так далее. Я говорю, решим эту ситуацию, и наши знают, как я вёл себя в таких ситуациях, и часто у многих были просьбы личного характера, и я помогал сколько мог. Но выслушивать то, что нет, мне вот нужно сейчас, мне нужно вот сейчас срочно переехать, там в июне поздно, я уже точно понял, что он прибитый, и это был просто мотив. Шантажировать меня покупкой квартир или соревноваться с плохотником покупкой квартир в районах по всей стране, я точно не собираюсь, понимаете, это абсолютный бред. И, может быть, там заклевали жену, потому что плохиши, там специалисты разные, вот скажи твоему, пусть берёт у усатого деньги за квартиру, или мы дадим сегодня. Понимаете, я давно понял, что в жизни нужно быть сильным, нужно быть лидером внутри себя, а предатели и шалупонь должны оставаться за забором. То, что сегодня демократы обнаглели до того, что есть Игорь Шеремет, очень хороший специалист, человек, который на самом деле продолжает всю ту огромную работу и двигается вперёд, как вице-примар муниципия Беллс. Сегодня, чтобы вы понимали, предложения ушли до того, что Шеремету предлагают в будущем правительстве, что-то они там хотят накимичить в должности министра, ну типа, чтобы не ждать будущего, сейчас готовы отправить послом в любую точку земного шара, лишь бы Игорь ушёл с должности вице-примара Беллс и вышел с каким-то заявлением против меня и против нашего политформирования. Когда плохиши обнаглели до того, что вчера был марш в Беллсах, вчера был марш, посвящённый дню освобождения города Беллс. Вчера разделили жителей города на две колонны, то есть была колонна под эгидой примарии, всегда участвовали в этом все, вне зависимости от их политических взглядов. Значит, дали команду к вчерашнему мероприятию, значит, дали команду, оповестили всех работников госпредприятий, Маху, канцелярия, налоговая, полиция, Реднор, Четнор, везде, где демоны контролируют ситуацию, и людям под угрозой говорили, кто пойдёт колонну с ренатовцами, будут выгнаны с работы. И другую колонну создал этот негодяй Маху с Киселёвым, депутатом от ДПМ. То есть, чтобы показать, что вот есть другие люди, которые не хотят. Вы понимаете, даже в такие дни вы видите, чем они занимаются. Мне нравится юмор Шеремета, когда Игорь говорит о том, что... Когда Игорь говорит о том, что... Слушай, Игорь, ты уже должен ко мне обращаться до онлайн-амбассадора. Я говорю, Шеремет, для того, чтобы сегодня уничтожить меня, закрыть мне рот, попытаться максимально дискредитировать, Плокотнюк я не удивлюсь, если даже Шеремету предложить должность премьера вместо Филиппа, лишь бы уничтожить наше политформирование. Я хочу поблагодарить всех тех, которые остались верными нашими идеями, нашему общему делу очистить страну от этого коррупционного рапона, который организовал нам Плокотнюк. Избавить страну от этих всех червей, которые не дают зажить вот этой коррупционной ране, которые в стране существуют несколько десятков лет. Я хочу обратиться ко всем тем, которые уже есть в графике Плокотнюка на выход, и являются частью его медиаклана. Ребят, выходите. Также я хочу сказать всем тем, которые ушли, что, ребят, имейте совесть, люди голосовали за партию, люди голосовали за меня в том числе, когда голосовали за вас в должности примара, советников и так далее. Значит, все знают, какая была узнаваемость у этих наших примаров и рейтинг своих населенных пунктов. Имейте совесть, вот тот же Руссу запугали, верю, что запугали, верю, что страшно. Возьми, подай в отставку, уйди полностью. Проведем новые выборы в фолештах и других населенных пунктах страны. Чувы, потому что, как бы страшно ни было, уйти в отставку полностью, как бы всегда можно. Это решение зависит только от вас. И дайте нам дальше развиваться. Все, вы уходите на скамейку наблюдателей или плохишевских сострадателей, и дайте нам очищать страну. Вы сегодня думаете, что крыша плохиш, и вам все можно? Значит, ну, то, что вам будут говорить люди сегодняшнего дня на улицах, значит, вы это услышите сами. Сегодня же в фолештах пройдет заседание районного актива, где будут приняты какие-то решения. Значит, сегодня, если ребята успеют рано вернуться, будет заседание НАЦ, Совета нашей партии, максимум завтра, значит, где будут приняты решения и по фолештам, и по Дандюшанам, и другим некоторым населенным пунктам, где появляются какие-то ростки. Я хочу извиниться перед избирателями и жителями, которые голосовали за нас, за то, что со всеми на Ментак поступили эти люди. Я буду идти вперед, и поверьте, что, как бы ни происходило, есть люди, которых никогда Плохотнюк не купит, и есть я, которого он не купил, не покупает, не может купить сегодня и не сможет купить никогда. Я понимаю, что сегодня он для того, чтобы закрыть мир рот, попытаться заново договориться. В разных-то странах работают прокуроры, полицейские. Плохотнюк, ты кусай, рви. Ты же шакал, который рвет, да? Ты тот, который нападает, ты тот, который нападаешь на людей. Ты даже гиена, которым кормишься, уже и падали, лишь бы выжить. Но, Плохотнюк, по тебе будет один-единственный удар, где ты ответишь за все преступления, ты будешь, понесешь наказание, как преступник международного уровня. Ты ответишь за все эти проделки, ты ответишь перед всеми гражданами Молдовы, и от правосудия тебя никто не сможет защитить и спасти. Сегодня тебя поддерживают американцы, типа, давайте будем держать Плохотнюка в объятиях, чтобы он не сбежал к русским. Плохотнюк, повторяю еще раз, все те, которые выживали диктаторы за счет американцев, их же они потом и кончили. То же самое ждет тебя, но мы ждем, затаив дыхание, что же все-таки произойдет в разных странах мира, и когда будет уже этот мандат на арест, самому мне не терпится так же, как и тебе, Плохотнюк. Хотя речь идет о мандатах на арест. Кто-то задает вопрос, а теперь что, Фалешта не ваш город? Нет, это чистый бред. Я сегодня продолжаю все проекты, которые я начал в Фалештах. Я проекты делаю для людей, а не для примара и остальных людей. Значит, сегодня идет полностью подготовка. Значит, начали реализовывать проект по освещению поселка, сахарный завод, заказаны детские площадки, готовимся к проведению дня города. Ну да, может быть, день города, Руссу сегодня отдаст проведение Плохотнюку. Ну, будет ему говорить о том, чтобы нам не давали ничего делать. Что мы сможем, то и будем реализовывать. Значит, смотрю сообщения, приходят с районов, добивая там Дандюшанского и так далее. Хочу обратиться ко всем нашим активистам. Ребят, значит, блокируйте всех этих предателей в социальных сетях. Блокируйте этих всяких плохишевских троллей. Мне очень неприятно, когда я захожу на некоторые страницы, вижу там общие друзья у всяких там негодяй и подонков. Понимаете? Вижу, многие спрашивают про Дадона. Дадон оказался тем, кем оказался, как говорил Тимофтьев. Он не извинился, не было никакой реакции. Батронича начал оскорблять нашего руководителя районной организации нашей партии Дмитрия Трунтилова в том, что Усатова там мурчащий с диктофонами, что он сам пытался себя продать и два месяца ждал с ним встречу. Им еще не стыдно говорить такой бред. Я вышел, извинился перед Дадоном, чтобы сохранить и не расколоть протестное движение за Диму из Басарабяцки. Хотя там была, чтобы вы понимали, на 90% правда все то, что говорил тот парень. Чтобы не разбивать, не раскалывать протест, я пошел, впервые вам это говорю, на то, чтобы извиниться перед птицей, для того, чтобы сохранить протестное движение. Что они делают? Значит, они даже Дадон даже не соизволил. А как он может выйти, извиниться, если это все делается под его чутким руководством? Батронич один из первых людей в партии на съезде у них кричал, что гречаная для них мама всех, а Дадон для них всех папа. Или наоборот, не помню. Значит, сегодня мы не можем рассчитывать на наших партнеров, на тех, которых мы поддерживали и на президентских, и вы все видели результат президентских выборов. Потому что сегодня вместе с Плохотнюком по их четкой взаимной договоренности они бьют нам в спину. Они готовы на все, лишь бы показать свою работоспособность хозяину. Мне очень печально то, что Дадон согласился все-таки на... Не то, что согласился, ну, скажем так, задела его критика Плохотнюка, потому что после того, как мы встречались в Москве, значит, Плохотнюк очень сильно поругал Игоря и запретил ему со мной разговаривать. Ну, Дадон, так же, как и примарф Олешки испугался и послушал все-таки Плохотнюка. Мы будем идти вперед. Наша задача выполнить наши обещания данные людям и я иду до конца. Кто со мной? Welcome. Значит, вы должны сами принимать решение. Я буду двигаться только вперед. Мы должны освободить страну от этих негодяк. Касаемо провокаций в Бельце, которая также готовится, значит, будет 30-го марта заседание муниципального совета Белц, на котором будет объявлена моя позиция обращения к фракции, где мы выйдем с очень серьезной инициативой для того, чтобы прекратить любые спекуляции касаемо Бельц и всей той пропаганды, которая идет на телеканалах того же Плохотнюка. Вам мультимес пентру 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 заседание, да, мне это очень грео, потому что я в соте километри от вас, но сегодня я реализовала все висы и все желания в жизни только одна. Мы сделаем так, как Республика Молдова создавали один штат индивидент, ка не мандрим ка мы мандрим, ка Республика Молдова сунгайм, но люди сунг приятеножи, и сунгаем аша, ка сэ мандреаскэ и вечиней ноштри де существия нострэ, и не инверс, че че амэм астас. Ва мультимеск, ва июбеск, фаачьи, сварок, репостури, Делайте, пожалуйста, репосты, я еще выйду дополнительно по результатам поездки наших сегодня коллег в Олештин, другие населенные пункты в стране и так далее. Поэтому, ребят, будем двигаться вперед, все будет в порядке. Я вас люблю, пока.